Евросоюз намерен начать переговоры о вступлении с Украиной 25 июня. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Сейчас, по данным издания, европейские и украинские дипломаты интенсивно работают над тем, чтобы убедить Венгрию дать согласие на начало переговоров. В частности, Брюссель и Киев ведут диалог с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине. В апреле, после встречи главы Офиса украинского президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Венгрии Петра Сиярта, Киев заявил о позитивной динамике этого диалога. «Политика подчеркивает, что Бельгия, которая сейчас председательствует в ЕС, уже назначила межправительственную конференцию с Украиной на 25 июня. Но, как всегда, невозможно предсказать, что сделает Венгрия, пока мы не получим известия от самого Орбана», заявил один из собеседников издания. Отмечу, 1 июля председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Переговорные перспективы Украины и Молдовы обсудим с исполнителем директором Института стратегических инициатив Владиславом Кульминским. Владислав, добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас видеть. Спасибо за включение. Итак, давайте начнем с того, что политика называет вероятную дату начала переговоров только для Украины. Но с учетом того, что до сих пор мы шли в связке, сохранится ли она и на этом этапе, на ваш взгляд? Полагаю, что да, эта связка сохранится. И, конечно же, очень много будет зависеть и от нашей дипломатии. Тот факт, что сегодня в Брюсселе, в эти дни в Брюсселе находится делегация правительства Республики Молдова во главе с премьер-министром, на так называемом консилиуме по ассоциации. Это тоже очень важно. И очень будем надеяться на то, что Республика Молдова тоже вместе с Украиной получит возможность открытия этих переговоров. Владислав, а если старт этим переговорам все же не дадут до конца июня и председательство в ЕС перейдет к Венгрии, чего ждать Молдове в этом случае, как думаете? Ну, вы знаете, мне кажется, что в Венгрии будет крайне сложно аргументировать, почему Молдове не откроют возможности начала переговоров с Европейским Союзом, потому что против Молдовы Венгрия, собственно, никогда и не возражала, по большому счету. То есть по поводу Молдовы был все время такой консенсус, если хотите, среди европейских стран. Поэтому я думаю, что перспектива того, что для Республики Молдова откроют непосредственно переговорный процесс с Европейским Союзом, очень неплохие, очень неплохие перспективы того, что это произойдет в самое ближайшее время. А если на будущее, как думаете, вероятен ли сценарий, что Молдова может пойти даже раньше, чем Украина? Ну, вы знаете, здесь все будет зависеть от нескольких факторов. Первое, конечно же, это от развития геополитической ситуации, от необоснованной агрессии Российской Федерации против Украины, от того, как будет развиваться ситуация. Второе, конечно же, все будет зависеть от политического цикла в Республике Молдова. Удастся ли сохранить во власти проевропейское большинство? Удастся ли Республике Молдова подтвердить еще раз, что путь Республики Молдова, несомненно, лежит в сторону Европейского Союза? И что вилять в этом смысле страна больше не будет? Что не будет больше резких крутых поворотов и метаний между Западом и Востоком? То есть вот от этой твердости намерений Республики Молдова будет зависеть очень много. Ну и, конечно, третье, очень много будет зависеть и от профессионализма правительства, от профессионализма молдавской дипломатии. Я думаю, что в целом у Республики Молдова шансы очень неплохие, потому что, ну, конечно, это может быть необязательно очень хорошо, но Республика Молдова страна маленькая, а размеры экономики достаточно небольшие, 13-14 миллиардов ВВП, и все промышленные секторы тоже не представляют там какой-то очень серьезной проблемы с точки интеграции сельскохозяйства и так далее. То есть в этом смысле Республика Молдова на самом деле, как бы это такой классический книжный случай, если хотите, возможности быстрой интеграции в Европейский Союз. Владислав, ну известно, что у Киева и Кишинева все-таки разная повестка реформ. У нас еще остается пока невыполненное условие, а именно назначение генерального прокурора и судей высшей судебной палаты. И главный переговорщик Кристина Герасимов на прошлой неделе, комментируя реформу юстиции, сказал, что пока преждевременно называть дату межправительственной конференции. Вот поделитесь вашими ожиданиями, сумеем ли мы показать прогресс до конца июня? Я думаю, что вряд ли, потому что эти процессы реформы судебной системы, они, как мы видим, усугубляются проблемы в них. То есть мы видим постоянные там ссоры, достаточно мелочные на самом деле, но тем не менее, потому что они закрывают собой более глобальную картину национальных интересов Республики Молдова. Но еще раз вам скажу, что возражений против интеграции Молдовы в Европейский Союз будет не так много, потому что если вот эти вот институциональные проблемы, которые существуют в Республике Молдова, если их удастся преодолеть, то, собственно говоря, в дальнейшем процесс пойдет достаточно быстро, потому что этот процесс переговоров, это на самом деле будет не столь невыполнимая или сложная задача. То есть, что касается Украины, то там, конечно же, очень большое количество различных секторов, промышленность, сельское хозяйство, экономика в целом. Напомню, что это очень большая страна, и там, конечно же, переговоры будут намного сложнее, потому что интересы, которые придется отстаивать, они тоже достаточно обширны. Владислав, спасибо вам огромное за беседу и анализ. Спасибо, ждем июня. Спасибо, спасибо за приглашение.